Почти 600 миллионов долларов. Таким оказался внешнеторговый оборот Самарской области из Германии в прошлом году. Поэтому показатель европейская страна входит в тройку лучших партнеров региона. Из Самары немцам поставляют минеральное топливо и нефть, алюминий и удобрения. Обратной дорогой – промышленное оборудование, органические и химические соединения, транспортные средства и их компоненты. На территории региона созданы и работают немало компаний с участием немецкого капитала. Мы считаем Самарской области по экономическим показателям очень интересным. И здесь очень много компаний, которые имеют немецкие корни, которые здесь очень хорошо и успешно работают. И мы знаем и видели, что они здесь получали хорошую поддержку от государственных структур. И все вместе мы считаем очень удачно и полезно для развития экономики. Но даже у таких успешных отношений еще есть возможности для роста и развития. Для этого было подписано соглашение между правительством Самарской области и Российско-германской внешнеторговой палатой. Оно позволит привлечь в регион еще больше немецких предпринимателей для взаимовыгодной работы. Мы сможем не только представить дополнительные возможности для ведения бизнеса на нашей территории, но и показать опыт других компаний, которые уже прошли, и тем самым максимально использовать инвестиционный потенциал нашего региона, привлечь новых партнеров. Подписание соглашения состоялось на заседании Российско-германской внешнеторговой палаты. Немецким предпринимателям рассказали о тех проектах, которые уже были реализованы на территории Самарской области. Руководители компаний и предприятий поделились опытом ведения бизнеса в регионе. Семь лет присутствия в Самарской области я оцениваю очень успешными. Мы все время могли развивать наше предприятие. Оно постоянно росло в объемах, благодаря активному сотрудничеству с правительством области и администрации города. Делегация немецких предпринимателей проведет в Самарской области еще один день. Завтра бизнесмены побывают на производствах региона, в технопарке «Жигулевская долина» и проведут переговоры с российскими партнерами, которые заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.